Одно из наиболее острых и тревожных социальных проблем современности является наркомания и вовлечение все большего количества людей в потреблении наркотиков. Противодействие наркомании и наркопреступности в последнее время приобретает все большую актуальность. Негативные последствия распространения этого зла вынуждают рассматривать данную проблему не только как уголовно-правовую, но и как общесоциальную. Употребление наркотических средств и психотропных веществ вызывает тяжелые поражения головного мозга, пищевода, желудка, кишечника, печени, почек, сердца и нервной системы. Кроме того, продолжительность жизни человека, употребляющего наркотики, сокращается в среднем на 20 лет, а также в семьях, где один или оба родители потребляют наркотики в 4 раза чаще, рождаются дети с отклонениями в психическом и физическом развитии в сравнении со здоровыми семьями. При этом многие забывают, что за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ законодательством нашей страны предусмотрена административная и уголовная ответственность. Это программа «Прокурор в теме». Говорим мы сегодня о наркопреступности и уголовной ответственности за нее заместителем прокурора промышленного района города Самары, младшим советником юстиции Ильей Витальевичем Тарпезановым. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, наркопреступность, чем же она все-таки опасна для современного общества? Она очень опасна, к сожалению, и она имеет место быть, так сказать, в нашем обществе. Само понятие наркопреступности, если охарактеризовать, да, то государством в лице законодателя предусматриваются определенные ограничения, направленные на ограничение оборота наркотических средств на территории нашей страны. Так вот, соответственно, в целях этого ограничения предусматривается как административная, так и уголовная ответственность законодателям. Соответственно, вот у нас наркопреступность образуется из того, что наше население, граждане, к сожалению, совершают те или иные деяния, которые нарушают запреты, предусмотренные государством. Само потребление наркотических средств очень пагубно влияет не только на отдельного человека и его семью, но и в целом на общество, потому что он может в любом случае склонить своих коллег, родственников и так далее, граждан, которые находятся в социуме, так сказать, непосредственно с ним. И в этих целях государство очень тщательно и детально пытается бороться с этой проблемой, которая в нынешних реалиях очень серьезная. В этих целях законодателям предусмотрен ряд уголовно наказуемых статей в Уголовном кодексе, они закреплены. А также в административном кодексе, также закреплен ряд административных правонарушений, за которые предусматривается административная ответственность, соответственно, и уголовная ответственность в зависимости от тяжести совершаемого гражданином деяния. А вот если продолжить термин наркопреступность, это употребление наркотиков простым языком, через запятую, далее. — Хранение, приобретение, употребление, сбыт наркотиков. Абстрагируясь от наркотиков, это предоставление жилища, либо помещение для употребления этих наркотиков, контрабанда наркотиков через границу, соответственно, для того, чтобы и распространять их на территории нашего государства. Склонение граждан к употреблению этих наркотиков как взрослыми людьми, так и несовершеннолетними, за что еще более строгая ответственность предусматривается законодателям. — Употребление этих наркотиков и появление наркотического опьянения на улице, в общественных местах. — Уклонение от прохождения медицинского лечения после того, как будет поставлен человеку диагноз о том, что он страдает наркоманией. Вот определенный перечень правонарушений, деяний, которые предусматриваются этим термином наркопреступность, я вот и назвал. — Скажите мне, пожалуйста, Илья Витальевич, а вот отечественное законодательство что относит к наркопреступлениям? — К наркопреступлениям. Начнем с самого популярного, так сказать, распространенного. Это незаконное приобретение и хранение наркотических средств. То есть, когда гражданин нашего общества находит возможность приобретения этого наркотика и в целях его личного употребления. Наиболее распространено, к сожалению, в нашем обществе, если говорить о преступлениях, это незаконный сбыт. Соответственно, это распространение наркотиков. Соответственно, если не будет возможности сбыта, продажи этих наркотиков, то и не будет возможности их приобретения и хранения. То есть, вот эти два преступления, они между собой тесно переплетаются. Еще бы я выделил склонение к употреблению наркотических средств, потому что зачастую такие преступления, к сожалению, они также в практике очень часто встречаются. Когда один человек, употребляющий наркотики, склоняет другого, говорит, попробуй, называет эффекты, то есть, которые после употребления наркотиков в человеческом организме возникают. Ну, та же самая эйфория и так далее, ну, не будем углубляться, да. И тем самым склоняет его к употреблению наркотиков. Данный вид ответственности, он предусмотрен в целях того, чтобы, соответственно, снизить количество людей, так сказать, подпадающих под это пагубное влияние. Потому что, как мы уже сказали, это серьезная проблема нашего общества. Потому что здоровое общество, только благодаря здоровому обществу можно построить хорошее, процветающее государство. Я с вами полностью соглашусь в этом, но вот все-таки обрисуйте ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков на территории вашего района. Тут перейду к определенной статистике, которую необходимо будет назвать. Вот, за истекший период этого года на территории промышленного района зарегистрировано порядка четырехсот, ну, более четырехсот преступлений, предусмотренных против, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сюда входят, как я уже говорил, как и хранение, незаконное хранение наркотических средств, так и незаконный сбыт. Из вот этих четырехсот преступлений, триста семьдесят преступлений, это преступления тяжкие и особо тяжкие преступления. Что это значит? Это значит, что ответственность за эти преступления, за тяжкие, соответственно, преступления, она граничит... Наиболее тяжкий вид наказания за эти преступления от пяти до, получается, до десяти лет лишения свободы, а за особо тяжкие, соответственно, свыше десяти лет лишения свободы, в том числе и пожизненные лишения свободы предусматриваются. — Ну, это какие преступления? Какой характер они носят? — Вы имеете в виду особо тяжкие? — Тяжкие, особо тяжкие, да. — Особо тяжкие — это незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Это часть пятой статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, соответственно, постановлением правительства определяются размеры наркотических средств в зависимости от их опасности, так сказать, потому что и Минздрав градирует наркотики по опасности. И, соответственно, постановление правительства определяет массу наркотического средства, за которые наступает та или иная ответственность, и в каких случаях он является значительным размером, в каких крупным и в каких особо крупным размером. — Но вот с какого возраста наступает уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков? — Законодателям предусмотрен возрастной ценз в 16 лет. То есть в 16 лет наступает уголовная ответственность, но это не значит, что данные лица, которые не достигли 16 лет, они освобождаются. Конечно же, да, фактически они от нее освобождаются, потому что мы к уголовной ответственности их не можем привлечь. Но есть другие виды воздействия на данных лиц, потому что в любом случае они представляют будущее для нашего общества, и с ними нужно работать. То есть их, соответственно, ставят на учет, и с ними занимаются уже социальные органы, такие как комиссия по делам несовершеннолетних, и в отделе полиции есть специальное подразделение по делам несовершеннолетних. То есть в школу, соответственно, эта информация сообщается, чтобы с несовершеннолетним могли социальные работники, психологи работать, и в том числе даже и педагоги, на которых также возлагается ответственность по разъяснению того, что совершаемые недостигшими лицами уголовной ответственности возраста понимали о том, что это имеет серьезные последствия. И в случае, если в последующем они будут совершать, то уже ответственность они от этой не уклоняться, не избегут, так сказать. Есть такие претенденты в промышленном районе? Да, к сожалению, не только в промышленном районе такие претенденты есть, и мы пытаемся в любом случае брать на контроль эти семьи, работать как с самими несовершеннолетними, так и с их родителями, чтобы... Потому что в любом случае большой промежуток времени жизни, то есть несовершеннолетние проводят с кем? С родителями, поэтому их влияние, оно зачастую имеет основное значение родителей и школы, образовательного учреждения. Распространение, но ведь и ответственность за употребление наркотиков несовершеннолетними, недостигшими 16 лет, также предусмотрена, верно? Да, совершенно верно. Но тут распространяются такие же правила, как я уже сказал, то есть ответственность, она с одного возраста начинается, и употребление также ставится на учет, но тут немножко другая работа должна быть, она должна быть направлена на то, чтобы несовершеннолетний прекратил употреблять эти наркотики. А вот давайте мы сейчас поговорим, какая профилактическая работа проводится с несовершеннолетними на предмет как раз вреда наркотиков. И вот какая роль прокуратура отведена в данном вопросе? Мы занимаемся правовым просвещением, это называется так, то есть непосредственно работники прокуратуры района у нас определен график, в том числе разработан график правового просвещения, и существенные, значительные объемы этого плана, графика, он уделен образовательным учреждениям. Наши работники, работники прокуратуры нашего района, они непосредственно сами посещают общеобразовательные учреждения, приходят в классы и проводят разъяснительную беседу о том, соответственно, насколько пагубно влияет на организм и на общество употребление наркотиков, и какая ответственность предусмотрена законодателям, и насколько это все имеет значение для их будущего, так сказать, для их жизни в будущем. Скажите, а есть ли такие цифры, статистики, поступают ли они к вам в прокуратуру, когда происходят несчастные случаи, связанные с смертью несовершеннолетних, вот как раз в связи с употреблением наркотиков, и как вообще вот дальше отслеживается такая ситуация, и кем? Ну, данные ситуации отслеживаются также нами. Если такое происшествие, так сказать, случается, это ЧП. На территории нашего района, к счастью, в этом году подобных случаев не было, потому что я считаю, что в том числе благодаря определенной профилактике с нашей стороны, со стороны правоохранительных органов полиции и социальных органов, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних. А вообще статистика идет на спад или все-таки на увеличение? Статистика идет на спад, потому что мы существенный объем работы уделяем как раз-таки несовершеннолетним, потому что на ранней стадии, чем раньше, так сказать, мы выявим проблему, и чем мы ее раньше пытаемся решить, в том числе путем профилактики, тем быстрее, тем упорнее, так сказать, мы будем бороться с вот этой проблемой, темой которой является сегодня нашего разговора. Но все-таки вы встречаетесь с несовершеннолетними, когда обнаруживается то, что они, ну, к примеру, распространяют наркотики очень много, да, вот сейчас известных всяких закладчиков, способов распространения наркотиков. Ведь они, молодежь в основном говорит, да нет, я не употребляю, я просто вот хочу заработать таким образом. Но ведь это тоже уголовное деяние, да, которое также наказывается. Вот что говорят подростки, а ведь, ну, это действительно страшно. Сегодня он распространяет, это уже первый шаг к преступлению сделал. Завтра он попробует, ну, а третьего раза может и не быть. Как вы правильно сказали, наша молодежь, она, ну, очень грамотная в этом плане стала. И очень мало мы встречаем несовершеннолетних, которые употребляют эти наркотики. Они в основном, их вот, противоправная деятельность направлена на извлечение заработка. Потому что, в том числе, люди, которые, организаторы, так сказать, этого всего, они понимают, что, вероятнее всего, несовершеннолетний, он избежит уголовной ответственности, да, и вот в большинстве случаев они как раз-таки... На это и надеются. На это и ориентируются, и вовлекают их вот в совершение вот незаконного распространения, будем говорить так, если абстрагироваться от уголовной терминологии. Поэтому нужно также путем профилактики, путем бесед правового просвещения объяснять несовершеннолетним, что вот если сегодня ты совершил и в силу своего возраста не был привлечен к уголовной ответственности, то там спустя какое-то время, если будешь продолжать совершать подобные деяния, то в любом случае будешь привлечен к уголовной ответственности. Ну и, соответственно, свои определенные последствия, начиная от наказания и заканчивая наличием судимости, что будет пагубно влиять на будущее несовершеннолетнего. Он не сможет ни устроиться сам, ни будет отрицательно влиять на своих близких родственников, у которых также будут проблемы при трудоустройстве. И вот как раз-таки вот эти все негативные моменты, наша задача в чем? В том, чтобы вот эти все негативные моменты донести в их головы, так сказать, заложить, чтобы они стороной обходили, вот, так сказать, в чем, так сказать, их заинтересованность. Это получение легкого заработка. И вот от этого легкого заработка мы должны их своей работой оградить. Легкий заработок может понести, да, тяжелые последствия. Мы вот это и должны им объяснить. Ну вот скажите, пожалуйста, а вот, Илья Витальевич, если, допустим, вот такую ситуацию, да, мы с вами предположим, что предложили подростку распространять наркотики. Ну, если доверительное отношение с родителями, если это, слава богу, так он придет и им расскажет. Действия дальнейшие родители и подростка должны быть каковы? Куда сообщить, что вот поступило такое предложение? Можно сообщить близлежащий отдел полиции, можно сообщить прокуратуру. Мы хоть и не проводим процессуальные проверки в рамках уголовного процессуального законодательства, но мы, соответственно, их инициируем, направим по назначению в любой правоохранительный орган, а также надзирающий, ну, то есть прокуратуру. Можно обратиться как очно, то есть прийти непосредственно со своим ребенком в отдел полиции, написать соответствующее заявление, где его примут, а также можно дистанционно путем сети интернет. В настоящее время это очень простой способ. Не выходя из квартиры, написать из своего жилища, написать путем с помощью сети интернет подобное заявление, как на сайте ГУВД, так ГУВД, это, соответственно, ГУВД по Самарской области, так и на сайте прокуратуры Самарской области. Но многие этого, может быть, не делают по причинам того, что это не мое дело, меня это не касается, а вдруг потом меня будут вызывать, это будет лишняя трата времени и так далее и тому подобное. Вот несколько веских причин приведите. Почему все-таки нужно об этом говорить? Потому что данная преступность, она в подавляющем большинстве, будем так говорить, она латентна, и то есть мы ее в основном выявляем постфактум, то есть после того, как произошло то или иное деяние, да. А в свою очередь же, когда родители или несовершеннолетние с помощью своих родителей, да даже и совершеннолетние, которых пытаются вовлечь вот в эту противоправную деятельность, сообщают правоохранительные органы такую информацию, это способствует пресечению преступления, то есть не постфактум, а до его совершения. В этом основная задача, и только благодаря совместным усилиям с обществом мы сможем каким-то образом повлиять положительно на эту ситуацию и пытаться минимизировать как количество совершаемых подобных преступлений, так и вовлекаемость нашего населения в употребление этих наркотиков и, соответственно, распространение. Приведите, пожалуйста, примеры уголовных дел по обозначенной тематике. Ну, обычная ситуация. Человек захотел употребить наркотики, захотел их попробовать. Нашел возможность через знакомых, ну, как вот мы говорим, кто-то и рассказал о том, какой эффект от употребления. И ему предоставили контакты, через которые можно приобрести наркотическое средство. Он вступил в переписку, либо созвонился, договорился. Сейчас в основном это все дистанционно происходит, передача этих наркотиков путем закладок. Вступил в переписку, получил реквизиты банковской карты, на которую нужно перевести денежные средства в качестве оплаты этих наркотических средств. Фактически он их приобрел. Ему, соответственно, сообщают о местенахождении, закладке, будем говорить так. Соответственно, человек приходит, находит это место по координатам, поднимает, находит наркотическое средство, поднимает, кладет их себе в карман и передвигается по городу, например, домой, чтобы употребить эти наркотики. И вот с момента того, как он вступил в переписку, соответственно, оплатил эти наркотики, он совершил приобретение. Когда он их поднял и начал по городу ходить и до дома, или до другого места, где решил их употребить, это уже хранение. Вот в его действиях уже уголовно наказуемое деяние, предусмотренное частью первой, ну, в зависимости от веса, конечно, предусмотрено статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом же примере я рассказал незаконный сбыт. Это уголовное ответственность предусмотрено статьей 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это, соответственно, противоположная сторона моей истории, когда человек совершает сбыт наркотических средств, то есть он сообщает о местонахождении закладки. Какая осуществляется работа прокуратуре в сфере ограничения допуска лиц, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств, к управлению транспортными средствами, расскажите. Когда мы обнаруживаем, во-первых, выявляются факты совершения, ну, управления транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения. Подобные правонарушения выявляются сотрудниками ГИБДД. Когда они останавливают граждан, выявляются определенные признаки наркотического опьянения, они, соответственно, направляют гражданину на освидетельство, либо предлагают на месте пройти освидетельство, которое позволяло бы, соответственно, подтвердить, либо опровергнуть факт... — Исключить. — Да, исключить факт нахождения человека в наркотическом опьянении. Соответственно, если подобное подтверждается, то человек привлекает... Ну, инициируется процедура привлечения к административной ответственности, и подобный гражданин, управляющий транспортным средством в наркотическом опьянении, он лишается возможности права управления транспортным средством по решению суда на определенный период. Соответственно, его лишают водительского удостоверения. Суд устанавливает необходимость пройти этим гражданином лечение, ну, получается, от наркотической зависимости. В этот период, соответственно, человек ставит на учет в наркологическом диспансере, и он должен... Наркологический диспансер определяет... — Ну, степень зависимости, наверное, да? — Степень зависимости, да, лечения, и количество... Необходимое количество посещения гражданином врача-нарколога в целях его лечения от этой зависимости. Соответственно, после прохождения этого лечения подавляющее большинство граждан не хотят повторно получить водительское удостоверение, и в момент, когда они оформляют документы, соответственно, в случае, если они не пройдут это лечение и будут также состоять на учете в наркологическом диспансере, им никто не выдаст справку о том, что они на этом учете не состоят и не страдают этим заболеванием в виде наркозависимости. Соответственно, если они не получат подобную справку, то они не получат априори водительское удостоверение. — Ну что же, завершая наш разговор, последний вопрос я вам хочу задать. Какие меры все-таки позволяют наиболее эффективно противостоять наркопреступности? — В любом случае, вот противостояние этой наркопреступности, оно зависит от наших граждан. Потому что, в первую очередь, их сила воли должна способствовать тому, чтобы они не склонились к употреблению или распространению этих наркотиков, не стали на темную полосу, так сказать. Мы же, в свою очередь, пытаемся бороться с этой преступностью и пытаемся пресекать и минимизировать возможные каналы распространения наркотиков. А люди, которые уже, к сожалению, начали употреблять, пытаемся их, так сказать, вылечить и вернуть в общество здоровыми людьми, которые не будут употреблять эти наркотики. Потому что, еще раз повторюсь, они пагубно влияют не только на себя, на свой организм, но и на окружающих. — Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова